Доброе утро, мои друзья. 12.15, все хорошо. Хотели ехать на завтрак, вернее, мы едем на завтрак, я хотел ехать на Rolls-Royce, а придется ехать на одну из машин. Можем, конечно, попробовать на траке. Подожди, дай я посмотрю, там места будет достаточно или нет, с вынятой сидушкой. Ребят покатать, хоть на какой-то хорошей машине, на чумалой даже. Сидушку вынял, место валата. А я не повезу, твоя машина не ездила. Нет, у меня лифт нет. И что? Нет, давай, дай еще. Так, сюда, женщины. Чтобы вы понимали, сегодня у нас день благодарения, практически ничего не работает, это пятое место, к которому мы приехали. И, слава богу, как одно, оно работает. Еще, конечно, охота надо работать, сейчас баскар, видите? Да? О, не, нормально. Только у Волы приготовленная еда, у всех остальные сараи. Да, что это? Сосле вкусного. Это уже завтрак у нас был, да? А что, она была открыта? Да. А, о, я просто не дожал. Ты открыл, красава? Ну что, заведется после долгого события. С полтычка машина 84 года, приятно. Еще бы ключ поворачивался вообще. Цены ему не было. Ну пожалуйста. А, она подождает, да? Как выключить печку? Знаете, почему не заводился? Он почему-то не стоял в паркинге. Зато стоял на ручнике. Уже хорошо. Неделю машина так стоит. Я Егору обещал, что он покатается на машине. О, как она села, а? Да. Ручник там взялся. Слева, снизу. Ой, рукой потянут на себя. Вот эта? Да. И ножка когда-то отошла, да? Самый, правильно, слева. Внизу, где возле ноги, у тебя там должен быть... О, все, да, отошел. Поехали. Не, он все равно паркинг. Не, вот эта вот ножка на себя, просто ногой поддень. Все, все, да. Все, теперь корабль в день. Да-да-да. Блин, она такая затонированная. Ночью вообще нифига не видно. Но едет, да, так как корабль прям. Вообще, капец. Не-не-не, там крепный трах. Ну, грубо говоря, лежачий полицейский проезжает. Он вообще как будто вот такой... Такой... Да, такой... Руль легкий. Да-да-да. Но она весит, будь здоров. Слушай, 6 тысяч панок, 3 с лишним тонны машины. На каждом колесе, как Серега говорил, 4 колодки. Офигеть. Офигеть, ну, конечно, такое остановили. Офигеть, не вернусь. Офигеть. Педаль, очень тяжело нажимать на педаль. Ты прям чувствуешь, что ты управляешь танком большим. Ну, она еще длинная, наверное, как к такому мое. По длине. Вся мы тут навестим соседей, блядь. Если они дома вообще. А как она, ну, стартует, в смысле... Ну, на дороге, тут просто не получится у нас. Девчонки говорят, ну его нафиг. Подвезти давай. Подруге подвезти? Сколько? Ладно. Ну, сегодня выходной, ничего не работает, скучно. Но вот если бы Вова был один, то у него елочка просто бы стояла. Так как у Вовой есть Даша, то елка украшается, украшается. Мне, с одной стороны, нравится. С другой стороны, я боюсь, что меня за это попросят. И выходные продолжаются. Вол, прялился, блин, в рубашку. Потому что Даша меня заставила. И у нас семейный поход в ресторан. Приехали в первое место. Пять кафешек, одна на одной. Ни одна не работает. Сен-Сгивинджи. Ладно, через дорогу и хайвей. Есть второе место, где можно как вариант найти, где посидеть. Подъезжаем к очередному месту. Но уже если здесь будет закрыто, то все. Не судьба. Но мы уже видели одно плюс-минус рабочее место, ресторанчик. Если что, будем возвращаться. Смотрите, какие красивые деревья. Реально красивые. Слушайте, если в этом месте жизнь кипеть не будет, то уже не знаю где. Вот вон, смотрите, какой подарочек стоит. Даша очень понравился. Хочешь сфоткаться под сюда? Да. Там много людей. Ну ладно. Но не все фотографируются, потому что. Ну что вы думаете? Мы проехали вдоль и поперек. Ни фига не работает. Поедем в другой ресторанчик. Так вот, ладно, новую машину не повредить. В общем, надеюсь, мы хотя бы в ресторане место себе найдем. Самое интересное, что мне в треке еще не нравится, что он сам себя не закрывает. Надо вечно нажать. А ресторан вон, Флеммингс. О, Флемминги. Я в детстве играл в такую компьютерную игру. Нас с Дашей ведут, и мы попросили диванчик. На диванчике всегда круто. Это на самом деле такое виповое, люксовое заведение. Кстати, сам прикол, я здесь сделал полочку. Вот здесь вот полка находится. А, я должен был делать, но не делал. Ну что, где там, как там, когда там, что там? Что есть, достаточно занято. Спасибо. Заходи, Машки. Чтобы вы понимали, мы сидим в меню самой дешевой цены, 49 долларов. Итак, ставки сделаны, ставок больше нет. Ждем официанта и заказываем турку, то есть индюшку. Ты уже выбрал? Мы готовы. Зачем? Можно маски снять. Ага, круто. Заказ приняли, пока обрабатан наш заказ. Можно взять хлебушечек, тут есть ножичек и тут есть маслица. Так сказать, подготавливаем желудок к этому нелегкому делу. Так, первая часть заказа прибыла. Я по супчику, Даша по салатику. Если повезет, Даша, я с ней поделюсь. Если мне повезет, Даша со мной поделится салатик. Мы созданы делиться. Безыка стра. Нормально. И подоспела наше второе. Мы с Дашей решили заказать турку, индюшку. Сегодня уже сэнс гивень. И вот это вот нам на двоих. Нормально. Чтобы было чем поделиться. Если бы каждый такой принесли, то это был бы перебор. Но на двоих в сам раз. Даша любит горошек этот, я знаю. Фасоль. А это фасоль? Даша вилкой, я пальцами. Все, мы поели. На 140 долларов, когда выходишь. Тут такая штука стоит, типа сделай фотографию. И они там будут потом... Тебе будут, грубо говоря, показывать. Решил им оставить веселую фотку. Вдруг понравится. Так, чисто по загону. Все, жду Дашулю из дамской комнаты. А потом поедем кататься. Нам на самом деле еще выдали десерт. Но десерт уже места в желудке нет. Поэтому просто повезем его домой. Да, тут тоже решила поучаствовать. Да нет, заточка не подходит. Нет, вообще не подходит. Все, ладно, отменяем и валим. Стоишь еще раз? Да. Видите, человеку не хватает популярности. 20 тысяч на нее каждый день практически смотрят в видеороликах. А нет, надо ей перефоткаться. Точно так же, когда она мне дается у телефона с фоткой. И если сделаешь меньше, чем 10-15 фото, этого недостаточно. Это мне надо что-то писать? Да нет, нажми канцел и пошли. Да я что? Я хочу быть как-то... Вот, нажимаешь смс. Вводишь свой номер, они тебе перешлет. Так с ресторана выходишь, сразу видно. Красивый, синий автомобиль. Мне этот цвет, наверное, никогда не надоест. Мы решили с Дашей перед тем, как ехать домой, заехать в эрию местность, где много скоплений магазинчиков. Потому что, например, как вы помните, в том году Best Buy, где еще что-то, работал. Как бы сегодня с 4-го на пятницу, сразу же в ночь в Сейнс-Гиме на следующий день, начинается Black Friday обычно. Иногда некоторые магазины работают, как бы первые продажи. Но сегодня, походу, это не произойдет, наверное, из-за ковида или еще что-то. Хотя, ну там, видишь, машины есть какие-то. Я думаю, что они все завтра с утра пооткрываются. Либо уже это произошло, просто сейчас на часах 9.40, поэтому, возможно, они уже закончили. Вот видите, стоят ворота. Как было в том году, кто смотрел видео, все должны помнить. То есть, выстрел, целая линейка. Либо это они просто подготовили к завтрашнему дню. И завтра здесь будет очень много людей. Но уже в этот раз я не поеду с утра вставать. Помните, в прошлом году карточку я выставлю здесь, по-моему. Я делал видео, я вставал в 5 утра специально для вас, чтобы показать, кто открывается, как открывается, на сколько, что продают. И вообще, есть ли какие-то там, ну, блин, бонусы покупать в пятницу. Сделаю вам маленький спойлер. Сильного нет, потому что все это можно купить онлайн. И вам даже никуда не надо ехать. Заказали онлайн, домой привезли. И в большинстве случаев даже бесплатно вам доставят. Поэтому мы спокойненько завершаем наш тур у нас, Даша. И валим домой. Ну и что вы думаете? Не успеем мы прийти домой. Только Даша накидывает в ночь ножку. И сидит тут рядом со мной. Пришло извещение, и у меня купили носки. Мне, кстати, понравился комментарий. Кто-то из вас там сказал, что, Вова, ты потом бэушные носки тоже продаешь. Вот. В общем, эти носки за доллар 30 куплены на Алиэкспресс. Ссылка внизу будет. Я постараюсь, во всяком случае, туда разместить. На ebay я ее продал за 12 долларов. Еще мне будет стоить пересыл 3 доллара. И сейчас самое ваше любимое. В итоге, получается, я заработаю где-то 5 долларов, не больше. Такие копейки, за которые можно подумать, что, в принципе, даже стараться не надо. Но в самый момент, когда вы что-то продаете, потом отправляете человек счастлив, тоже стоит своего. Так что я коммерс сейчас беру, распечатываю лейбл и упаковываю носочки. И тут момент, когда, в принципе, не то чтобы не спится, просто нужно больше коробок, чтобы упаковать некоторые посылочки. В плане дня, либо ночи, скажем так, еще одна маленькая отправка. Но там это уже немножко секретное, скажем так. Вот. На этом видео, наверное, подошло к концу. Также, я же комментарии ваши читаю, говорят, колонку оставь. Нет смысла вставлять колонки, потому что каждый раз, когда я что-то буду покупать, всегда будет что-то хорошее, что можно было бы оставить, которое могло бы пригодиться. Но так ты деньги никогда не отобьешь. Ну, не то чтобы ты, а я. В общем, на этом видео подошло к концу. Спасибо, что смотрели. Сегодня такое было лайтовенькое. Просто отдыхали. Отдыхали от предыдущего дня. На самом деле, сегодня тоже должны были собираться банны, но решили все по всеми общим, грубо говоря, скажем так, собраниям. Мы решили, что надо немножко отдохнуть и отдыхаем. Все, ребят, пока. Субтитры сделал DimaTorzok